Как привязать цели устойчивого развития к территориям, к регионам? Какое влияние цели устойчивого развития, глобальные цели устойчивого развития оказывают на различные регионы их развития? С 2015 года существует 17 целей устойчивого развития, и у людей на местах, в регионах может сложиться впечатление, что это всего лишь очередные директивы сверху, и они их не касаются. Преимущество на региональном уровне состоит в том, что их уже коснулись другие международные обязательства в области устойчивого развития. Например, в Рио в 1992 году состоялась первая крупная конференция, мировой саммит по проблемам взаимозависимости между демографическими, социальными, экологическими, климатическими и прочими проблемами. И эта глобальная осведомленность вылилась в создание декларации Рио-де-Жанейро. В этой декларации заявлялось, что что-либо должно быть сделано. В 21 веке мы должны что-либо предпринять. Вот это что-либо было названо программой на 21 век, которая затем распространилась на все сферы и все страны. То, что особенно интересно в этом подходе, это признание взаимозависимости экологических, социальных, экономических и прочих проблем на международном уровне. Но в то же время осознание того, что меры на международном уровне будут приняты секторально. Это было применено к протоколу по климату и протоколу по биоразнообразию. В конце концов, добиться успеха в взаимосвязи всех аспектов мы можем только на территориальном уровне. В декларации Рио-де-Жанейро 1992 года были предусмотрены так называемые местные повестки дня на 21 век. Если мы действительно хотим действовать в интересах устойчивого развития, принимая внимание в все связи, то это возможно лишь на местном уровне. Это призыв к регионам взять основные вопросы и понять, какие меры могут быть приняты самим регионом и всеми акторами на его территории, учитывая его особенности и историю. Речь идет о причине регионов, и это делается с 1992 года. Во Франции на осмысление концепции потребовалось некоторое время, и она действительно вписалась в ларшавт французских регионов в 2000-х годах. На эти годы пришелся расцвет так называемых местных повесток дня на 21 век. Это один из самых успешных примеров регионального проекта устойчивого развития. Проект регионального развития определило наше направление. У нас было в национальной системе пять задач, определявших направление. Также существовал набор методических инструментов, колечайших управлений, участие граждан, мониторинг и прочее. Все эти элементы были опробованы на территориях. Так, например, департамент Жирота участвует в повестке дня на 21 век с 2004 года и поддерживает связь со всеми местными органами власти, объединениями, участвующими в этом процессе. В Жироте таких объединений рассчитывается 70. Уже 13-14 лет мы вместе учимся обеспечивать устойчивое развитие в стратегически важных региональных проектах устойчивого развития. Что особенно интересно в 17 целях устойчивого развития, которые были приняты в 2015 году, так это то, что они напоминают нам о чрезвычайных ситуациях. Что в принципе хорошо. В 1902 году мы сказали, ой, у нас есть проблемы в 21 веке, нам придется их решать и действовать. Сегодня все государства, все 194 страны, списавшие 17 глобальных целей в области устойчивого развития и 169 задач, которые должны быть достигнуты в 2030 году, заявляют. Пора открыть глаза. Если мы будем ждать конца 21 века, будет слишком поздно. Повестка дня не должна быть рассчитана на 21 век, а на 30 год. На 30 год, понимая, что надо действовать неотложно, вспомнив о изначальных устремлениях и о том, во что превратились региональные проекты. Повестки дня на 21 век и так далее, то есть в разрозненный ряд мер. Мы говорили, в области безнарабазии я делаю то-то, в области солидарности то-то. И в конечном итоге мы утратили логику соответствия мер поставленным задачам. Цель устойчивого развития и поиска дня на 2030 год содержит следующую идею. У вас есть накопленный опыт, вы умеете теперь в регионах работать над региональным проектом устойчивого развития. И теперь необходимо воспользоваться этим опытом. Потому что ситуация по-настоящему серьезна. При этом зачастую серьезность ситуации не ощущается столь остро во Франции. Так качество жизни во Франции достаточно высокое. Николай Илло, выступая на последнем климатическом саммите, сказал, впервые все мы вместе обречены или на неудачу, или на успех. И нового варианта нет. Мы говорим обо всем мире, о будущем планеты. Мы говорим о связях, естественно, между климатом и солидарностью, обе разнообразии иммигрантов. Мы говорим о мире, в котором мы живем сегодня, причем мы живем сегодня. Мы говорим об этом осознании сложности. Мы говорим об осознании взаимосвязей и связях между вещами. Мы также говорим о нашей способности действовать. Это то, чему нас научили территориальные проекты устойчивого развития. То, что мы способны действовать. Технические проблемы, практические вопросы не являются проблемами. Вопрос в том, действительно ли мы решили действовать. То, над чем мы работаем, когда мы имеем дело с неотложными вопросами, это вопрос трансформации. Речь идет не только о проблеме постоянного совершенствования. Речь идет не о том, чтобы сделать необходимый минимум или выставить прогресс по отдельным целям устойчивого развития, как свое достижение. По цели устойчивого развития номер 12 мы достигли того-то. Важны не слова, а то, как реально действовать по решению каждой проблемы. Это означает, что систему отсчетов, существующих в программе МО-21 век, необходимо оставить, решив, как пересмотреть направление действий по 17 целям, как пересмотреть способы действий, в которых важно участие каждого. Естественно, это необходимо. Но тогда возникнут вопросы инноваций, трансформаций, и не надо бояться их решать. Цели устойчивого развития помогают нам стремиться, допустим, к леновой бедности, искренению голода, нулевым выбросам углекислого газа. Давайте создавать территориальные проекты, целью которых является нулевая бедность, искренение голода, нулевые выбросы углекислого газа. Но вовсе не небольшое уменьшение бедности, никаких небольших уменьшений. В настоящий момент нам нужно сделать все это максимально в полном объеме. Это реальная задача. Преобразования, которые происходят вокруг нас, неизбежны. У нас нет выбора. Они неизбежны. Они уже происходят. А вот как раз справедливость – это особый вопрос выбора. Будучи актором в регионах, вы должны выбирать способы действия, которые будут направлены на социальную и экологическую справедливость для всех. Это наша миссия. Мы будем притворять в жизнь совместную ответственность. Не может быть таких проблем, которые предстоит решать одному только участнику. Мы будем задаваться вопросом о том вкладе, который мы должны внести для достижения этих целей. Как выложиться на 100% и как помочь всем, кто участвует в работе. Нужно создать экосистему совместной ответственности, которая действительно соответствует поставленным задачам. Это мой долг. Это местная повестка дня на 2013 год. Сейчас нам действительно нужно активно над этим работать. Ведь все инструменты для этого уже есть. У нас есть огромные инструменты и инструменты для того, чтобы сделать это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok